Всем привет друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать вам увлекательнейший бой на танке Леопард 1 на карте Прохоровка. В общем, тут реально нестандартные такие ситуации произошли в этом бою и игроку пришлось, соответственно, как-то приспосабливаться и наносить максимальное количество урона. И также не забывайте, что вы можете по-прежнему выиграть золото, для этого всего лишь напишите какой-либо комментарий и укажите свой игровой ник. Также не забывайте, что до сих пор доступен для подключения набор ретро-волны. С помощью него вы всего за 100 рублей получите прем-танки, ну такие вот весьма годные, восьмого уровня, ИС-3 с механизмом заряжения, Скорпион-Жесу, 100-Y, Кромвель-Б, также X5 опыта можно получить в этом же наборе, то есть все это гарантированно 2D стиль, все в одном наборе идет и уникальная декаль. Ссылка на набор находится в описании, так что приобретайте, подключайте и используйте. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси, и так давайте поиграем на сайте Vodhub в игру Crash. Сверху можно найти эту игру, вот кнопочка. Соответственно тут нужно попытаться забрать самый максимальный коэффициент до того, как игра крашнется. Так, забираю 5000 золота, коэффициент X2, есть у меня, кстати, промокод для вас, вот он, да, он на русском, если что, MK50, так что активируйте и 50 золота на сайте получите, сможете поиграть, если захотите, конечно. Ну, кстати, код ограничен в количестве активации, так что поспешите, ну кому нужно. Хотя в другом виде, но, возможно, будет уже новый код и сможете его тоже активировать. Итак, 5000 золота еще ставлю, вторая моя подобная ставочка. Давайте заберем ее. Довольно неплохой приз, 5450 золота. Ну и еще хотел бы напомнить вам, что есть промокод маракаси, именно, который дает бонус 10% при пополнении, что очень выгодно получается. Ссылка на сайт находится в описании. Ах, да, вот победитель в прошлом видео, он уже получил свою голду, я даже видел, он на почте ее принял, и, соответственно, теперь голду можешь выиграть именно ты. Достаточно всего лишь посмотреть видео до конца, и после просмотра указать свой комментарий, вернее, ник в комментарии указать, и, соответственно, иметь шансы выиграть тогда золото среди всех, кто, соответственно, выполнил условия. Итак, у нас битва блогеров в 2022 году не состоится, из-за тех событий, которые произошли в мире, соответственно, сами понимаете, что кто-то, наверное, ждал битву блогеров, и многие будут негодовать, потому что есть фанаты у этого события, есть много фанатов у блогеров, но, соответственно, не судьба в этом году точно не будет. Но это официально сказала Lesta Studio, то есть они бы, в принципе, и сделали бы, но пока что не получается, из-за событий, произошедших, соответственно, ну, в общем-то, в Украине, там, в России и так далее. Итак, друзья, также у нас событие аркада идет полным ходом, соответственно, оно будет длиться до 17 июля. В 23.59 уже закончится, то есть завтра. Следующий, соответственно, этап будет с 29 июля до 31 июля 23.59 и будет эффект неожиданности. Не точно не помню, что там, но третий этап будет, соответственно, 12 августа до 14 августа. И тут, конечно, много людей, ну, как много, ну, некоторые, короче, люди сказали, что режим отстой, что вот зря это все сделали. На мой взгляд, вот чисто субъективно, я этот режим сильно не критикую, потому что я от него ничего не жду. То есть как его презентовали, соответственно, так я и к нему отношусь. То есть его презентовали как к чему-то несерьезному, как к эксперименту, как к возможности пофармить на премиум танках без статистики, без нервов, с какими-то особыми модификаторами. Соответственно, все это происходит и, в принципе, это хорошо, что можно фармить и бона там можно немножечко получить, подфармить и немного серебра, ну и также резервы клановые там не работают, а от обычной резервы работают. То есть можно там опыт зарабатывать, прокачивать какие-то там стоковые танки, можно на премиум танках играть, фармить серебро. И вот эти модификаторы, они немножечко, может быть, и веселее сделают геймплей, но в целом, то есть есть разочарование по поводу того, что я думал, что это будет гораздо все веселее и прикольнее. Сам поиграл буквально несколько боев, ну что-то вот реально сложилось впечатление, что это обычный рандом, только есть некоторые довольно серьезные изменения в характеристиках танков. Например, сейчас они танки гораздо подвижнее стали, но я думал, они вообще летать там по карте будут, как истребители, и будет вообще полная жесть веселья. Но такого не произошло, но зато можно подфармить ресурсы, что тоже неплохо, и главное, что можно отдохнуть от именно рандома типичного, где статистика, все дела, и очень сильно это все бесит. А тут как бы только одноуровневые танки, то есть, что неплохо, кстати. И следующая новость заключается в том, что разработчики очень сильно нерфят Т-67 и некоторые другие низкоуровневые имбы. Но в первую очередь хотел бы затронуть Т-67, потому что, ну, в общем-то, это такой, можно так сказать, народный танк. То есть, особенно его любят игроки, которые хотят отдохнуть там где-нибудь в песке, ну, в общем-то, посидеть в кустах, понастреливать урон спокойненько. Ну, нерф, на мой взгляд, существенный, время сведения было 1.82, стало 2.21, заряжание орудия было 3.07, стало 3.55, скорострельность, естественно, снизилась. И это как бы говорит там о том, что, к сожалению, увы, ИАХ, это, вероятно, уже больше не имба. По крайней мере, не настолько, как была. И также, друзья, разработчики заанонсили день рождения World of Tanks, 12 лет исполняется игре, и, соответственно, будут праздновать 12 августа. Обычно на день рождения дарят много подарков и устраивают много акций и событий, и также распродаж. То есть, если вы думаете, стоит ли мне сейчас покупать какой-либо танк, не стоит. Это мой вам совет, ждите 12 августа, там будет распродажа и премтанков, и обычных прокачиваемых танков. И также, скорее всего, будут хорошие подарки. Возможно, подарят КВ-1С с механизмом заряжания. Что будет весьма неплохо, хоть этот танк и критикует, но все-таки это полноценный премп, хоть и 8 уровня, но с приемлемыми, скажем так, ТТХ. Имбу всем там 10 уровня дарить, естественно, не будут, что очевидно, в принципе. Но вот какой-нибудь низкоуровневый танк вполне даже. И, конечно, друзья, многих интересует, будет ли событие конструкторское бюро еще. Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Да, будет, и это 100%. И, соответственно, сами разработчики официально ответили, что это событие понравилось им. Видимо, много денег принесло. Но, действительно, многие там люди, им не хватало ресурсов, и они готовы были даже занести Wargaming, лишь бы купить этот танк. Особенно спросом пользовался номер этот. И, соответственно, недавно появились на супертесте еще некоторые танки. Т-54 Heavy Tank. Некоторые игроки спутывают его с Т-57 Heavy Tank, но никакого отношения к Т-57 Heavy Tank этот агрегат не имеет. Тут даже, соответственно, нет, по-моему, барабана. Да, тут нет барабана, то есть, просто обычная цикличная перезарядка, но зато урон 450, 240 пробития на основных снарядах и 320 на голде. Зато фишка этого танка можно считать супер хорошей, увы, минус 12 градусов. Не знаю, ошибка это или нет. При этом еще одна фишка – это невероятно крепкое лобовое бронирование 254 мм. Да, там я даже вижу на этой картинке зючок там у этого танка на башне. Неплохой такой. Наверняка буду туда пробивать. Но, тем не менее, пока что танк любопытный. Также заанонсили танк КВ-4 КТТС. Кстати, очень жестко Wargaming этот танк прятал там за семью печатями, не давал. И стримерам показывать этот танк и играть тем более на нем. А он, соответственно, этот танк лежал у стримеров, да и вообще практически в открытом доступе много-много лет. Соответственно, сейчас этот танк откопали, этот танк 8 уровня. И, вероятно, уже будут его, соответственно, куда-то добавлять. А вот куда – это, конечно, вопрос. Точного ответа я на него не знаю, но, соответственно, такие танки, которые откапывают обычно, как кости динозавра, это, соответственно, танки, которые идут как подарочные или в какие-то события, то есть, чтобы их, в общем-то, взбадрить игрокам с, так скажем, очень хорошей презентацией, что якобы имба. Ну, соответственно, я думаю, что и этот танк тот таким же макаром будет использован Wargaming. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрел до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok